Во время православного поста в пищу можно употреблять рыбу, фрукты, овощи, мед, грибы, орехи. Но, конечно же, главным источником силы энергии являются бобовые и зерновые. Сегодня рис круглозерный стоит от 60 до 140 рублей. Гречка дороже – минимум от 80 рублей до 150. Горох – от 40 до 90 рублей за килограмм. Популярны среди тех, кто придерживается правильного питания – чечевица. Кило обойдется 160 рублей. Нут и булгур. В среднем их цена также 160 рублей. Во всех крупах содержится большое количество питательных веществ. А фасоли, гречка по белковому составу и вовсе не уступают мясу. Для тех, кто впервые решил поститься, самое сложное – отказаться от продуктов животного происхождения. Пост, насколько известно, стараюсь все-таки ограничивать себя в мясе, в мясопродуктах, птицах. Ну, обходимся рыбой. Ну, овощи обязательно, тем более весна – это нужно. Ну, кашки редко, ну, бывает. Все равно мы все мясо еды, и чтобы силы были мясом. Просто ограничивалось, но совсем обходиться тяжело. В определенные дни поста позволяется есть рыбу. На прилавках замороженная дешевле – 180 рублей за килограмм минтая. Красные рыбы дороже – минимум в 370 рублей обойдется горбуша. На гарнир можно овощи, свежие в салат. Или в прикуску соленья. За маленькую банку маринованных помидоров или огурцов придется отдать от 100 до 150 рублей. Популярны и консервы. Горошек – в среднем 80 рублей за банку. Фасоль – 70. Кукуруза – от 60 до 120 рублей в зависимости от производителя. Во время поста спрос увеличился на заморозку. Это ягоды, это овощи, супчики, кашки, мюсли, хлебцы. Ну, и продукцию без сахара. Цены постоянные, стабильные, не меняются на эту продукцию. Мы подсчитали, сколько стоит приготовить популярную в пост гречку с грибами. Около четырех порций выйдут на 280 рублей. Если шампиньоны свежие, то чуть дороже. Из банки дешевле. А сварить кастрюлю рассольника без мяса можно всего лишь за 120 рублей. Алена Чеховская, Артур Рощупкин, АСТВ.